Добрый вечер, в эфире Вести, Карачаево-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов, смотрите в нашем выпуске. Вирус мутирует, увеличивается количество больных и госпитализированных, сколько пациентов в госпитале у из Жигуты и как идет вакцинация в районе. С поля на прилавок по такой схеме прошла традиционная республиканская осенняя сельскохозяйственная ярмарка на территории агропарка. В Эльбургане возводится мечеть на 500 человек. На каком этапе строительства и какие работы уже выполнены? Корзейна с еловыми шишками. В республиканской филармонии с аншлагом прошла постановка музыкально-литературного спектакля. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Имрезов сегодня принял участие в памятных мероприятиях в честь первого президента Кабардино-Балкарии Валерия Кокова, посвященных 80-летию со дня его рождения. На малой родине государственного политического деятеля Рашид Имрезов и Казбек Коков приняли участие в открытии мемориала, созданного по инициативе местных жителей. Далее составилось торжественное заседание общественности. Глава Карачаево-Черкесии в своем выступлении лично обратился к Казбеку Кокову. Вы с честью продолжаете путь своего отца с теми же присущими и Валерию Мухамедовичу, и вам правильными жизненными ценностями, верности своему делу, незыблемой любовью к родной республике и преданности ее жителям. И сегодня социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарии продолжается по векторам, обозначенным первым президентом республики Валерием Коковым, подчеркнул Рашид Имрезов. В Карачаево-Черкесии с каждым днем увеличивается количество больных коронавирусной инфекцией. Растет число и госпитализированных. Так, в Ижигутинском ковид-госпитале сегодня проходит лечение 241 человек. О работе медучреждения в Ижигуте и как вакцинируются жители Ижигутинского района расскажет Алихан Левшоков. В основном к нам попадают те, кто вовремя не начал лечиться и запустил процесс заболевания. Как отмечают врач-инфекционисты у Ижигутинского ковид-госпиталя, вирус мутирует и буквально за несколько дней у человека может увеличиться поражение легких. Врач-инфекционист Артур Байрамков отмечает, что в основном проходит лечение пациента со средней тяжестью заболевания ковидом. Необходимо быть внимательнее и при обнаружении сдать тест, чтобы вовремя оказать необходимую помощь, советуют медики. В удовлетворительном состоянии пациенты получают лечение амбулаторно. У нас уже поражение больше 25% КТ-2 в основном лежат пациенты, которые на фоне лечения на амбулаторном этапе не достигли улучшения состояния. Тех мы госпитализируем. Госпитал, в принципе, работает исправно. Лечим успешно. Летальных исходов у нас очень мало по статистике. На базе у Ижигутинской районной поликлиники активно идет вакцинация граждан. На сегодняшний день привито от коронавирусной инфекции более 14 тысяч жителей района. Перед вакцинацией обязательно нужно пройти осмотр у врача-терапевта. После того, как пациент приходит к нам в кабинет, если хочет вакцинироваться, конечно, сначала мы направляем его для сдачи анализов. Далее идет осмотр, выявление каких-либо хронических заболеваний. Если нет противопоказаний у человека, мы его отправляем на вакцинацию. Сейчас у нас очень быстро распространяется, потому что люди не соблюдают самоизоляцию. Люди выходят на улицу, люди контактируют со здоровыми людьми. Некоторые даже не знают того, что они болеют, температурят, но не сдают анализы, не обращаются к врачам. После обследования пациенты проходят в специальный кабинет на прививку. По словам медиков, те, кто вакцинировался, переносят болезнь легче, чем остальные. У нас есть прививки «Спутник Ви», «Спутник Лайт». У нас были и ковивак, и пивак. Мы делали. Люди идут, делают вакцинацию. Ревакцинации тоже многие уже сделали. Желающих становится все больше и больше. Привиться необходимо, чтобы сохранить свое здоровье и близких, уверяют те, кто уже второй раз идут на ревакцинацию. Комар больнее кусает, чем этот укол. Вот я первый раз делал на полгода. Никаких, ни температуры, ни давления, ничего. И второй раз пришел делом. Также медики отмечают, что многие жители района активно и осознанно приходят на вакцинацию. Только так возможно достичь коллективного иммунитета и остановить рост заболеваемости новой коронавирусной инфекции. Алихан Ипшоков, Ислам Урумов, Вести Карачаева, Черкесия, Узжигутинский район. Вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 66 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 26 524 человека. Из них 23 236 выздоровели, 965 человек госпитализированы. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии облачно, дождь в отдельных районах сильный, в горах с мокрым снегом, местами туман. Ветер западный 5-10 метров в секунду, температура ночью 4-9, в горах минус 1 плюс 4, а днём 7-12, местами до плюс 5. В Черкесии облачно и временами дождь, ветер западный 5-10 метров в секунду, температура ночью 7-9, а днём 9-11 градусов тепла. Продолжаем выпуск. В Черкесске на территории агропарка прошла традиционная республиканская осенняя сельскохозяйственная ярмарка. Сотни товаропроизводителей реализовывали товары по схеме полеприлавок. По ценам ниже рыночных на 15-20%. Подробности у Мурата Джанкёзова. Сельскохозяйственная ярмарка призвана стимулировать покупательную способность. И для горожан и гостей столицы это хорошая возможность приобретать товар по низким ценам непосредственно от самых сельхозпроизводителей. В этом году на ярмарку собрались сотни предпринимателей. С приветственным словом к продавцам и покупателям обратились представители органов госвластии республики. В правительственной республике оказывается большое внимание на проведение данного рода мероприятий. Когда у наших сограждан появляется возможность, есть возможность приобрести товары по существенно низким ценам, ниже чем среднерыночные. Мы проводим данное мероприятие на территории комплекса Агропарк, который предоставляет комфортные условия как для гостей, так и для участников мероприятия. Сегодня по поручению главы нашей республики Решида Борисбевича Тимрезова и под эгидой партии «Единая Россия» совместно с Министерством промышленности мы проводим очередную осеннюю сельскохозяйственную ярмарку. Нет у меня сегодня сомнений в том, что выставленная продукция придется по душе нашим покупателям. Еще раз с праздником! На традиционную ярмарку были приглашены производители мясной продукции и птицеводства, рыбоводства, овощеводства, растениеводства, пчеловодства и других товаров сельского хозяйства. К торговле допущена продукция, имеющая соответственные документы, прошедшая строгий отбор и сертификацию. Сами производители должны иметь разрешение на торговлю и санитарную книжку. В ярмарочный день торговли идет бойко, каждый нахваливает свой товар и есть за что. Мы сами все делаем, сами коптим, все натуральное. На ярмарку мы привезли очень много рыбы с Камчатки, с Сахалина, местные производители, икра красная, рыба красная, премиум качество. Но ярмарка идет хорошо, покупатели благодарные, погода радует, все отлично. Мы выращиваем розы и саженцы, и торговля идет замечательно. Главное, чтобы людей было побольше. Стараемся выращивать хорошие розы и саженцы. На ярмарке республиканские творческие коллективы и исполнители популярных песен представили концертные номера. Зажигательные музыкальные композиции и вокальные номера обеспечили и продавцам, и покупателям хорошее настроение на весь день. Возведение мусульманской святыни Вауля-Эль-Бурган на завершающей стадии. Изначально строительство мечети велось на спонсорские средства, но за время всемирной пандемии работы были приостановлены. Хотя это не единственная причина, а в чем она заключается, узнавала Фатима Даурова. Строительство новой мечети в Эль-Бургане началось 7 лет назад. Оно шло поэтапно, по мере накопления средств, меценатов на счете и пожертвований населением. Совместными усилиями рабочих и жителей аула удалось завершить возведение здания и купола мечети, рассчитанной на 500 человек. Но сейчас все работы приостановились в связи с отсутствием денежных средств. Поэтому обращение имама аула Эль-Бургана Рассима Шаева с просьбой о помощи в данный момент особенно актуально. Аул что собрал, наши спонсоры собрали, это все в помощь. Построили каркас, построили все. Вот то, что вы видите, построено. Осталось немножко, осталось немножко. Надо завершить это дело. Я прошу спонсоров, чтобы они помогли нам. Нужно завершить внутреннюю отделку мечети. Так называемые черновые работы. Штукатурка стен, покраска, провести газификацию объекта, облагородить прилегающую территорию. Работы достаточно, но мы можем справиться общими усилиями. Поэтому важна любая поддержка, считает имам аула. В благоустройстве надо ограждение. Тумба, решетка, тумба, решетка. Надо все оградить. На вес большой сделать надо. Потом положить тротуарную плитку, где-то 500 квадратов тротуарной плитки. Асфальтировать, где будут машины стоять. Асфальтировать надо. А сзади мы уже своими силами будем и сад делать, и благоустроить. Это уже наши силы. Озеленение, благоустройство. Газ провести надо. А это действующая мечеть. Она построена в 45-м году прошлого столетия. Здание рушится на глазах, под гнётом времени и атмосферных явлений. Каменные стены потихоньку рассыпаются. Хотя жители прилагают все усилия для его сохранности и поддерживают периодически косметическим ремонтом, оно уже изжило свой срок эксплуатации. Там сейчас обряды проходят. И на кях всё это мы там пишем, мы ещё молимся, как пятничные худбы проводим. Но мы держимся, на плаву держимся. Вот почему мы хотели, почему мы спешим совершить эту мечеть. Каждый желающий может внести свой вклад в строительство. Тому, кто построит мечеть даже с размером в гнездо Куропатки, Всевышний построит дом в раю. Сказано в хадисе. Фатима Дорова, Ислам Урума, Вести, Карачаево, Черкесия, Эльбурган. Корзина с еловыми шишками. Красиво звучит, да ещё и осенью. Это рассказ Константина Паустовского. Корзина с еловыми шишками – трогательная история случайной встречи великого композитора и маленькой дочери лесника. В концертном зале Республиканской филармонии с аншлагом прошла постановка музыкально-литературного спектакля. Ахмат Халкечев о впечатлениях и о том, как пойти в театр без билета, но по пушкинской карте. На этот раз артисты Республиканской филармонии решили обогатить духовный мир молодёжи музыкальной постановкой по пьесе Константина Паустовского «Корзина с еловыми шишками». В ней рассказывается о том, как композитор Эдвард Грик встречает в лесу восьмилетнюю девочку – дочку лесника Дагни Петерсон, которая собирает еловые шишки. К её 18-летию он пишет чудесную музыку, но девушка услышит её уже только после смерти композитора. «Спектакль был незабываемым. Он дал нам возможность окунуться в мир истории, в мир литературы. Артисты выступили очень хорошо и смогли очень жизненно описать то, что было в оригинале». Это уже восьмое представление в стенах республиканской филармонии, которую молодёжь нашего региона посещает по пушкинской карте. Были постановки, мелодии, звёздной поэзии, классические концерты по творчеству Сергея Есенина и по произведению мировой классики, а также и по мотивам стихотворений и басен наших местных писателей и поэтов. «Это музыка особенная, спектакль особенный, классический и волшебный, сказочный. И вот, ну, равнодушным никак нельзя не остаться». На этот раз в зрительном зале студенты Крачаева-Черкесского педагогического колледжа имени Умара Хабекова. Билеты они приобрели по пушинской карте. Это проект Министерства культуры России, направленный на культурное просвещение молодёжи нашей страны. Средства являются целевыми, и их можно тратить исключительно на культурный досуг. «Благодаря этой карте они могут посетить музеи, выставки, концерты, спектакли. Они получают интересные впечатления. Посещаем массовые культурные мероприятия. Узнают культуру своего народа, ну и воспитательный процесс». Пушкинскую карту могут оформить все юноши и девушки от 14 до 22 лет несколькими способами. Самый простой и распространенный через портал госуслуг. Ну а те, у кого пока ещё нет подтверждённой учётной записи, могут обратиться в ближайшее отделение почта банка и оформить её в офлайн. В этом году баланс карты составляет 3000 рублей, а в следующем планируется увеличить до 5000 рублей. Ахмат Халкевичев, Али Бастанов, Вести Кричаева, Теркесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас продолжение фильма «Тайна Лилит». Редактор субтитров А.Семкин